Если бы меня спросили, о чем же этот урок Альберт в одном предложении, как можешь на этот вопрос ответить? Я скажу так. Этот урок об эмоциях. Ведь то, какие человек эмоции испытывает, это следствие того, как он запрограммирован означивать и воспринимать те или иные события, которые, смею предположить, в большинстве своем могут быть нейтральными. Правда? Сейчас простейший пример, а потом мы к этим прекрасным рисункам вернемся чуть попозже. Столько открытий вас здесь ждет, знаете. Даже некое озарение и возбуждение можете почувствовать вы. Заставлять не буду, на ваше усмотрение. Представьте, что есть житель племени А, и его зовут Б. И вот Б из племени А привык к следующей традиции. Если я повстречаюсь с черным фломастером, то это ужасное событие, это дурная примета, и теперь будут грозы, дожди, плохая погода, ужас, кошмар. И вот этот Б из племени А встречается с черным фломастером. Какие эмоции в результате этого он будет испытывать? Вы абсолютно правы. Он, наверное, расстроится, будет гневаться, ругаться. Ну, почему именно я повстречался с этим черным фломастером? И так далее. А теперь представим племя В, в котором живет человек Г. Племя В, и там живет Г. Ну, так вот, а в племени В среди Г принято считать, что если я встречусь с таким черным фломастером, то это величайшая удача, счастливое событие, и теперь удача будет сопутствовать мне. И вот Г из племени В повстречался с черным маркером. Какие эмоции он будет испытывать? Вы абсолютно правы. Он будет радоваться и думать, наверное, сегодня мой счастливый день, и вообще мне так повезло. И необходимо погладить корову у себя в племени, чтобы поблагодарить ее за удачу, которой она меня порадовала. И в первом случае, когда речь шла о Б из племени А, и во втором случае, когда речь шла о Г из племени В, событие было одно и то же, правда? Это встреча с черным фломастером. Само событие является каким? Никаким. Встреча с черным фломастером. А ключевым является то, как то или иное событие человек означивает. И в зависимости от того, какое значение, какой смысл, каким смыслом человек наделяет событие, от этого зависит то, какие эмоции он испытывает. То есть, есть нейтральное событие, правда? Есть то, как человек это событие означивает. И есть, как следствие, то, какие эмоции он испытывает. Ну и потом, после этой эмоции, то, как он реагирует на эту эмоцию, какие события в дальнейшем он создает. И так, и так по кругу, по циклу. К завершению этого урока, я сказал выше, вы рискуете почувствовать некое возбуждение из-за открытий, которые неизбежно, знаете, посетят пространство ваших мыслей. Я вас приглашаю вот что. Итак, вы видите на экране здесь рисунки. Во-первых, обратите внимание, как здорово это получается. Слева, как не надо, справа, как надо. Итак, я нахожусь одновременно в трех измерениях, можно сказать. Вот слева, как не надо. По центру я изобразил молнию. Молния – это вспышка моей мысли. Поскольку нас с вами объединяет то, что, смею предположить, вы изучаете уроки, которые я рад создавать в избытке, я рад быть полезным и большой привет. Поэтому разрешите в качестве наглядного примера я буду показывать эту модель сквозь призму, объединяющую нас с вами деятельности, как Альберт записывает уроки. Итак, молния – это вспышка мысли. Например, все должны меня любить. Я должен обязательно всем нравиться. Все уроки, которые я создаю, должны вызывать восторг у зрителя. Все должны обязательно подписываться и писать благодарные комментарии. Все обязательно должны говорить, Альберт, какой ты классный. Вот это вспышка мысли, я называю. Можно сказать, что это убеждение, установка, как угодно. Итак, вспышка мысли. Но, видите, я здесь придумал метафору, связанную с небесными телами. Что вспышка молнии, вспышка мысли, облако разума и небо жизни. Это для запоминания. Человек, как правило, понимает то, что может изобразить метафоры и примерами из жизни. Метафору видите вы на экране. Это вспышка молнии, облако разума и небо жизни. Тема с небесными телами и небом связанная. Магия воздуха. Это для тех, кто вспомнил про героя меча и магии. Ладно, это шутка. И, значит, пример из жизни это вот. Все должны меня любить. Это видео обязательно должно стать хитом. Все должны говорить, Альберт, какой ты классный. Никакой не должно быть критики. Понятно? Это вот вспышка мысли. Вот видите, слева печально. Почему печально? Человек является рабом вспышки своей мысли. Рабом этих молний. Должно быть так и никак. И он считает, что эти мысли и есть он. То есть игнорирует. Есть одна мысль. И вот один я. И есть мир. Небо жизни в данном случае. Вот жизнь во всем многообразии. Это люди, субъекты, мыслящие, действующие, говорящие, чувствующие существа, которые меня окружают. Этот человек написал интересный урок. Видимо, ему что-то не понравилось. Почему он смайлик не поставил? Этот урок должен обязательно был ему понравиться. То есть где слева, где печально. Обратите внимание. Человек считает, что весь поток жизни крутится вокруг него. Что вот он, значит, является центром, а все вокруг должно обязательно крутиться. И чтобы люди другие не делали вокруг него, это либо против него, либо за него. Ага, есть люди, которые не изучают мои уроки. Они, наверное, плохо живут. И вообще я могу им посочувствовать, что они пока не наткнулись на мои записи. Нужно как можно скорее сделать так, чтобы они их посмотрели. Ага, есть люди, которые их посмотрели и решили закрыть мои уроки. И больше никогда к ним не возвращаться. Какие глупые эти люди. И вообще я могу их пожалеть и посочувствовать им. Какие же они бедняжки, что совершенно не ценят то, что на самом деле является ценным. Видите, слева, где печально. То есть человек является заложником одной мысли. Одного этого облака, не учитывая его возможности. Сейчас я справа об этом расскажу. Что облако разума способно создавать разные вспышки мыслей. И считает, что это небо крутится вокруг него. Такая своего рода детская позиция. Что все должны быть для меня прямо сейчас быстро, легко, бесплатно и просто. А если это не так, буду выворачивать вам руки. Итак, потихонечку в этом-то и заключается во многом. Вот знаете, человек живет не в реальной мере, а в мире своих представлений. В зависимости от того, что из себя его представления, извините, представляют. От этого зависит многое. Правда. И вот я сейчас приглашаю вас познакомиться с идеей, которая может ваше восприятие и мое вместе с вами обогатить. И мы переходим вправо. А что если я, как облако разума, да, совокупность ресурсов моего бессознательного, можно сказать, способен создавать разные вспышки мыслей. Я способен в каком-то выпуске утверждать одно с вероятностью 100% или сколько-то там и сквозь одну идею раскрывать тот или иной выпуск. Я могу подумать разные мысли, не являясь заложником ни одной из них. То есть, смотрите, человек во многом это совокупность всего опыта, который он имеет за своими плечами, а многие игнорируют этот факт. И вот здесь тема в том, что есть облако разума во мне, вот ресурсы моего бессознательного, и я способен создавать разные мысли, не являясь заложником ни одной из них. Я могу думать, надо же, как здорово, что у меня получается такие классные уроки записывать. Я могу думать, ну, я могу и не классный урок записать, это тоже нормально. Я могу подумать, приятно получить благодарность в свой адрес. А увидев некий, например, особенно если зрителя тронул тот или иной урок, заставив его нервничать лишний раз, он может спускать таким образом свое напряжение, меня обвиняясь за потраченного напрасно времени. И это тоже нормально абсолютно. То есть я, как облако разума, я не одна какая-то вспышка, а я совокупность мыслей. Я не мои мысли, а я тот, кто способен их создавать и выбирать. Далее, кроме того, видите, есть еще измерение, как небо жизни, которое меня окружает. То есть есть жизнь, вот это большое небо, в котором летают разные облака. И это абсолютно нормально, что я могу кому-то нравиться. Это нормально, что я могу кому-то не нравиться. Это нормально, что кто-то обо мне знает. И нормально, что кто-то обо мне, пока, шучу, не знает и не узнает никогда. Это нормально, что я с кем-то созвучен. Нормально, что я с кем-то не созвучен вовсе. И вот видите, если слева вот эта детская печальная позиция у нас здесь, когда человек считает, что он самый главный, должно быть именно так, как я считаю, и все в этом мире для меня, и все должно быть быстро, бесплатно, легко и просто, то справа позиция такова, что я способен, будучи облаком разума, создавать разные мысли, не являясь заложником ни одной из них. И кроме того, этот мир, который меня окружает, он полон таких же облаков, облак, облачков, белогривых лошадок, и бесконечное их количество, да, судя по всему, да, чуть больше, скольки-то там миллиардов, давайте предложим семи, но точно больше двух. Ну так вот, и это небо жизни наполнено облаками разума других людей, которые могут создавать свои вспышки мыслей. И я понимаю свою отдельность от других людей и отдельность других людей друг от друга. И когда я, например, помните, я же в качестве примера привожу свою деятельность, связанную, например, с подготовкой, записью, публикацией уроков, которые обязательно будут полезными для каждого. Это лево печально, видите, или могут для кого-то быть полезным, кто решит их изучать. Это справа. И вот, знаете, вот давайте я сейчас буду проговаривать разные фразы, и вы почувствуете разницу с точки зрения подачи и с точки зрения даже эмоционального заряда. Вот смотрите. Это будет для вас точно полезно. Посмотрите, и ваша жизнь не будет прежней. Я так ради вас постарался. Неужели вы не ответите мне благодарностью? Это лево или право? Да, в данном случае это лево, видите, когда все для меня и все должно быть так, как я сказал. А другой вариант. Рад поделиться с вами уроком. Может быть, он будет для вас полезным, может нет. Заранее не знаю, на ваше усмотрение. Считаю, важно поделиться. Ну что, будем начинать? Это право, видите. И вот когда проблемы в жизни человека, это побочный эффект того, что он пытается нажимать на себя, на других и на мир. А что, если нажимать я не буду? Потому что если я буду нажимать, то есть риск просто-напросто провалиться. Да, опершись о пустоту, скажем мы здесь. Поэтому, что если я, как облако разума, вот я, Альберт, могу создавать разные вспышки мыслей? Я могу позволить себе роскошь волноваться перед публичным выступлением. Могу позволить себе роскошь чувствовать себя уверенно перед ним. Я разрешаю себе урок записывать, а разрешаю его не записывать. Я разрешаю себе записывать урок в один дубль, и даже если я там где-то ошибся, я позволяю роскошь этому слову быть. Я разрешаю ему быть. Кроме того, я могу разрешить себе, если мне что-то не нравится, перезаписать. Или даже если я посчитаю нужным, мне опубликовать записанное. То есть я, как облако разума, разрешаю себе создавать разные вспышки молний и мысли, не являясь заложником ни одной из них. Первое. И второе. Я прекрасно понимаю, что я лишь одно облако, в то время как это небо жизни меня окружающее содержит в себе бесконечное практически количество этих облачков, белогривых вошаток, других людёв, других людей, со своими молниями, которые могут быть разные в разный момент времени. И когда человек понимает, и я понимаю, я не имею права ничего требовать от мира. Есть я или нет я, этот мир даже не заметит. А некоторые могут сказать, ты не можешь говорить побыстрее, ты не можешь говорить помедленнее. Ну почему ты столько лишнего говоришь? Ну почему ты говоришь так мало лишнего? То есть человек от меня требует соответствия его вспышки мысли. Он думает, что я часть его облака, но я другое облако, летающее по небосводу жизни. Вот эта метафора крайне важна. Я понимаю, что я не могу требовать ни от кого ничего. Это небо жизни, на котором я лишь облачко. Есть облака другие. Я могу вспыхнуть молнией и сказать, привет, созвучно. Другое облако мне скажет, да, давайте попробуем. Я говорю, я против не буду, но настаивать тоже. Давайте, вот смотрите, черный маркер. И в данном случае человек из племени А и из племени Б и В, будучи Б и Г, позволяет себе роскошь освободить себя от оков предварительного программирования. Что маркер черный должен обязательно означать это. А что, если он не означает ничего? И вы сами можете выбирать, что и что будет для вас означать. Когда вы облако разума, способное создавать разные вспышки мысли. Когда вы знаете, что вас окружает небо жизни, на котором есть другие облака. И вы не требуете ничего ни от кого. Ты должен быть таким, потому что вы знаете, это другое облако. Вы чувствуете свою отдельность от других людей. Отдельность других людей от вас. И отдельность других людей друг от друга. Как после этого меня может хоть что-нибудь задеть? Особенно с точки зрения какой-то обратной связи, критики и прочее. Видите? Вот это и заключается, что человека могут задевать слова других в том случае, когда он считает, что другим он обязательно должен нравиться. Но это другие облака. И чтобы они мне не говорили, они производят какую-то свою внутреннюю работу. Это не обо мне, это о них и пусть. А я как облако тоже могу сам создавать разные вспышки мыслей. Итак, есть мысль, но я не являюсь ее заложником. Я тот, кто способен своим восприятием выбирать, какие мысли питать. И это восприятие позволяет мне, понимая, что я являюсь этим облаком разума, в разные моменты времени разные мысли и вспышки их порождать. Кроме того, мое восприятие позволяет мне знать, что на этом небе жизни есть и другие облака, белогривые лошадки, которые создают свои вспышки. И в этом и заключается, что я сейчас нарисую, потому что графически это все прекрасно, изящно и наилучшим образом волшебно, что получается, моя задача – это тренировать свое восприятие таким образом, что я могу выбирать, какие вспышки мыслей создавать. Я могу помнить, что я облако разума, способное создавать разные вспышки. И я учитываю то, что в этом мире, который представляет из себя это небо жизни, есть много облаков, каждый из которых создает свои вспышки мыслей. И каждый из которых является для меня наилучшим образом безопасным. А если что-то из них я считаю каким-то опасным, то это лишь вопрос того, а не заложник ли я сейчас той или иной молнии. Вот такая метафора. Смотрите, я придумал эту метафору, связанную с небосводом, потому что она понятна и сложно найти человека, который никогда не видел небо. Небо может быть ясным, может пасмурным, может быть разным. Оно безгранично окутывает нас, и мы наблюдаем эту красоту. На этом небе есть разные облака, это метафоры разных людей. Каждый из облаков может создавать свои вспышки мыслей. И также и вы являетесь облаком разума, и вы не являетесь заложником той или иной мысли. Что бы вы ни думали, это лишь временное явление. Если то, о чем вы думаете, приносит вам проблемы, вы можете думать о чем-то другом. То есть вы можете выбирать, о чем думать. Вы — это не ваши мысли, вы не ваши облака, вы не ваше небо. Вы тот, кто способен вашим восприятием выбирать, в каком из измерений находиться. Это следующий важный момент. Я могу учитывать всю совокупность как небо жизни, где я могу вносить некий вклад в жизнь каждого из облаков в той или иной степени. Могу замечать в данном случае, да, вот мы развиваем эту мысль, какие вспышки там рождаются и угасают, и какие в себе я заряжаю. Даже сейчас, записывая этот урок, плавно можно, присмотревшись, почувствовать, наблюдая за Альбертом со стороны, который структурируя, формулирует, кристаллизуя эти мысли, которые плавно, спреснувшись в этом уроке, начинают плавно сквозь время и пространство распаковываться в других облаках. Правда? Каким образом? Точно наилучшим. Вот такая метафора, плавно пришла наилучшим образом. Добавляем мы здесь восприятие, вспышка облака неба. Легко запомнить, просто обращайте на это внимание. Если вы чем-то озабочены, о чем-то думаете, ужас, кошмар и прочее, в этот момент времени не являетесь ли вы заложником той или иной вспышки мысли, важно себе напомнить, что я могу создать другую мысль. Такая мысль может быть, о чем выбираю я думать вместо этого, а о чем я выбираю думать вместо этого. Тоже важный момент. А как бы вы хотели, чтобы было? А что для вас является важным? То есть вы можете работать над собой, задавая себе открытые вопросы. Что я выбираю вместо этого? Как бы я хотел, чтобы было? Что для меня является важным? Что выбираю в жизнь свою я пригласить? Как я пойму, что это в моей жизни происходит? Как я поблагодарю себя, как если это уже стало реальным? Как я пойму, что это уже реальным стало и так далее? То есть вы можете, это вам показывает процесс, я как облака могу формировать разные вспышки этих молний. Ну и кроме того, я прекрасно понимаю, что вот как дитя думает, что все в этом мире работают на него, на него работают все в этом мире. А метафора с небом жизни, она важна, чтобы понимать отдельность других людей от вас, отдельность вашу от других людей и отдельность других людей друг от друга. Вот смотрите, сейчас я вам покажу заключительный пример, что такое печально, что такое радостно. И буду плавно этот урок завершать, который будет наилучшим образом хитярой, хитом, то есть, да, хит, хит. Он кладет начало чему-то новому. Ну так вот, смотрите, печально. Вы должны обязательно применять в жизни то, о чем я вам говорю. Это очень важный урок, и он вам поможет. Ну что за детский сад? Ну сразу понятно, человек так говорящий, еще соску изо рта не вышел, давит на мир и думает, что таким образом может что-то привнести. Ну так вот, а теперь радостно. Смотрите, я вам покажу классную модель, она на меня производит впечатление. Я вот ее таким образом упаковал. Мы с вами походу плавно вместе посмотрим, насколько она может быть созвучна с вами, как вы можете применять ее в жизни. И к завершению урока вы сами примите решение, будучи облачками разума, какую из этих вспышек молнии брать в свою жизнь, а какую нет. Кстати, классная идея пришла. Сейчас покажу тот же самый прием, но используя вот эти метафоры для большего запоминания. Смотрите, я приготовил для вас ряд заманчивых и интересных вспышек молнии. Они действительно могут быть интересными. Где-то что-то подсветить, где-то согреть, где-то порадовать. Приглашаю вас вместе со мною посмотреть вашими облаками разума и моим на этом небосводе жизни. Какие из этих вспышек молнии могут быть для вас полезными, а какие нет. И к завершению этого забавного трогательного урока на этом небе жизни вы как облака разума сами решите, какие вспышки молниюшек из этого урока в свою жизнь брать, а какие нет. Что вы думаете по этому поводу? Будем начинать? Видите, вот это я показываю правый вариант. Радостно я его назвал, когда я не давлю, а вот так, таким образом, знаете, немножко вот интригую. Но настаивать не буду. Рад я этот урок записать. Смело пишите в комментариях ваши впечатления. Знаете, вот проблемы во взаимоотношениях в жизни человека – это следствие того, что он стремится к растворению в других, к слиянию с другими и к поглощению других. Это вот у нас печально слева, да? Все должно быть так. А порядок в жизни человека – это следствие того, когда он учитывает отдельность свое от других, отдельность других друг от друга и отдельность других от себя. И знает, что это другие облака, а не со своими вспышками мыслей на этом небосводе жизни. А о чем для вас этот урок? С этими прекрасными метафорами, изящными рисунками и, как всегда, неотразимым Альбертом. Смело пишите в комментариях, что было для вас самым полезным. До скорых встреч, мои дорогие. Пока.